Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас мы все взлетим, я вам все покажу Но первая волна, которую мы будем брать, даже наверное не вот эта, хоть и облако хорошо видно, вот это лучше А вот здесь за хомом есть ущелье, там есть горка, где есть волна Волне еще сильно помогают, сейчас ветер слабый, помогают образовываться местные такие вот токи воздуха Вот у нас вот здесь вот, за этой горой ущелье, который вот так вот изгибается, там есть проход, но ветер, который по ущелью дует, он как его перебрасывает через гору, потому что он разогнался по ущелью, ему повернуть лень В данном случае он чпунь через гору Друзья, посмотрите, как внизу красиво, шикарный заснеженный лес Мы пытаемся здесь взять волну, и у нас пока не получается Ну вот здесь такая хитрая горочка, у нас еще такая свистулька завелась в планере Видите, долина сейчас заполнена инверсией, вот даже видно, внизу ветра нет, ветер исключительно верховой И мы сейчас ищем волну, но вот здесь, как правило, в этом месте хорошая волна стоит Ну как-то она нам сейчас не дается, пока не о чем, ну вот он, чуть-чуть что-то пошло, видите, вот Сейчас я Косте отдам, он, конечно, явно талантливый своего инструктора Вчера он лучше летал, чем я, поэтому, надеюсь, когда он возьмет в свои руки борт, все будет намного интересней Вот наша задача сейчас здесь набрать хотя бы 2500 Сейчас у нас 2000 высота Вот волну, собственно, дает нам вот на левом крыле хребет И вот я с утра говорил, что вот крыло сейчас показывают на ущелье По этому ущелью разгоняется воздушный поток и попадает на этот хребет Конечно, часть его идет через более низкую составляющую, но по инерции многое попадает и на эту горку И за ней вот здесь вот образуется волна Мы ее называем наш местный Эльбрус, видите, тогда с двумя грудями Горка Вот здесь очень, когда, и там плата красивая, сюда можно забраться на горном велосипеде, на чем угодно Погонять, вот всякие Очень красиво И вот здесь вот есть горнолыжный курорт, сразу за перевалом Вот эти склоны по нему катаются Он такой местного значения, там внизу деревенька такая И вот с этой деревеньки люди любят прийти и там погонять на лыжиках чуть-чуть Дерзаю я по этой волне, видите, вот еле-еле Скороподъемность средняя, вот 0,1 метр в секунду Ну сейчас вот чуть больше, но я там на развороте потерял, сейчас 0,2 метра в секунду То есть 10 сантиметров в секунду, 20, это ну ни о чем для планера Ну пока зато красиво, видите, как красиво Спят долины Сегодня совершенно другая метеорологическая обстановка Вот если вчера, я кусочек из вчерашнего видео вставлю, увидеть какой там был ад Все было мокрое и во влаге и так далее То сегодня Альбы отчистились от воды Внизу похолодало, наверху остался слой теплого воздуха Очень стабильный, по идее вот сегодня очень хорошие волны должны быть Просто сейчас с утра воздух, ветер еще наверху не усилился Он будет постепенно усиливаться и к вечеру он достигнет скорости 130 км в час Сейчас пока всего лишь 52 км в час Ну и вот если так мы такой ветер дождемся, то это позволит подняться и на 5800 Сегодня у нас так еле-еле душа в теле Ну что, попробуешь? Вот здесь поерзать в ноликах пока Или полетим сразу искать что-то более приличное Существует способ попробовать ломануться на перевал вот впереди Не знаю, пройдем ли мы там горы или нет Попробуй вот так разогнаться и вперед пойти Убирай крен Разгоняйся, опускай ног Помчались Вот чуть-чуть правее возьми только Вот это да Закрылась на Сейчас валится вниз, а? Ух ты жуля Нихера, блин Ого-го-го-го-го-го-го Ты видел? Друзья мои, ну это такая турбулентность, которая, блин Мама, не горюй Вот мы идем в параллельно к склону Я-то рассчитывал в восходящей части ротора идти Но на флаг у чего у нас и не восходящий Снижение-то небольшое, 0.9 То есть как бы я тактически угадал Но по факту получил такую люлю сейчас, что Ух! И высота тает стремительно Не знаю, мы планировали перепрыгнуть впереди на горку Там волну поискать, но похоже У нас вариант только на Апотроп прыгнуть сейчас На 11 часов висит облако Вот слева Вот туда бы попасть на приличной высоте Ну пока вроде еще успеваем Сейчас посмотрим Если будет сажать сильно над рельефом, то не получится ничего А если нет, то есть шанс, что мы все пойдем А нет, так пойдем на нашу Рамбр, наберем динамики Полетим на Шабр там, в общем, поработаем Попробуем тут снизов понабирать Ну вот, садит и садит 1600 метров будет точка принятия решения на разворот Ну вот, пошли вот ходячие роторочки Если сейчас немножечко, немножечко где-то хрупнет что-нибудь, то мы сможем О, и стрелка на минус 5, все Разворот, отступаем Ну вот, друзья, видите, что тут не всегда коту масленица Хоть забирай ручку, сейчас твоя цель Ротор от Апотро Отдал ручку, 180 держи Минус 4,8 метра в секунду, как вы видите, нас льет Наш аэродром в 10 километрах Мы до него, в общем-то, дотягиваем Не уменьшать скорость, не уменьшай И на эти ротора не реагируй Тут будет 180 держи, потому что надо выскочить из этой зоны Здесь ничего хорошего не будет Ротор будет над аэродромом Аспермонт нормальный Там сможем набрать, если что И, если что, с него на нашу гору, на выпаривание попробуем Ну, видишь, как валит Главное, что турбулет еще какая приличная Чуть правее на 10 градусов Да, друзья, вот так бывает Видишь, только что были высоко И теперь, опа, не льет Надо понимать, что вот с этой горы дует Сейчас километров 50 в час ветер Болтанка Но где-то есть и восходящая зона Сейчас вот воздух за горой опускается Потом идет отстоп И где-то он должен идти вверх Это место я примерно представляю Нам нужно вот так На торец полосы аэродрома выйти Вот там, как правило, волна Если, ну, ротор восходящий Волна до волны сейчас, как до Марса Вы даже смотрите, как мы летаем красиво, высоко И постоянно такая калява И кажется, да ладно, что тут они тут Везде эти волны есть Ну, во-первых, видите, как-то не везде А во-вторых, если ее не ловишь, то вот проваливаешься вот так И дальше нужно, ну, по крайней мере, хотя бы знать, что делать Вот, проходим наш запасной аэродром Акстермонт Даже самолетик какой-то стоит у ангара Ветать собираемся Правый 90 энергично Оп И пошли четко курс на наш аэродром Убирай крен И вот здесь, жди, может быть, вверх Если пойдем, тогда закрутим Скорость сбрасывай Так, я взял ручечку Попробую ружочек сделать Вот здесь характерно видно, что Железная дорога уходит Вон она Вот плата Вот там точка Где, ну, можно закрытыми глазами пролететь в погоду И взять там волну Такое прикорленное место Но мы взяли минус 80 метров сейчас На моем вираже Вот, это я больше продемонстрировать, что Когда нужно вернуться на аэродром За каждую мелочь браться не стоит Потому что нам нужно прийти на адекватной высоте С которой мы еще сможем выпарить Прекращаем поиски Все, то есть теперь единственное движение Это в сторону аэродрома И на гору Вот она впереди Гора Арамбар Вот гора Арамбар позволит нам В динамическом потоке выбрать высоту Если у нас получится Ну, или приземлиться, или запустить мотор Чтобы вы понимали, мы на Эльбрусе там парили Вон он, видите, в кадре Потом перепрыгнули Хотели прыгнуть за крылом Там местечко, где может быть волна Но по дороге потеряли много высоты И сейчас классический путь отступления Отступаем Солнечные панели Проплывают снизу Высота у нас сейчас 1200 Долина 700 То есть у нас так уже нигде Сейчас минус какой склона не видно Он, конечно, весь в тени Давай, наверное, подойду к склону аккуратненько Сейчас, если ошибку сделаем, не выпарим Я взял И проблема в чем Динамика может не быть Внизу ветер слабый Сейчас всего лишь 16 км час ветер дует Как солнце мешает на него смотреть Слепит Вообще ничего не видно То есть этим галсом я очень боюсь прижиматься Ну, прижимаюсь на какое-то расстояние Вот нас подхватило восходящим потоком Явно какой-то динамик есть Ветер чуть выше буквально Я скорость бросил За счет того, что я скорость бросил Я набрал фактически 50 метров высоты И вот на этой высоте ветер уже чуть сильнее Сейчас 1200 над склоном И склон слабо, но работает И вот сейчас у нас наступает фаза работы в динамическом восходящем потоке Сейчас мы будем пытаться Вот птички какие-то внизу летают Думают, как же холодно Какой же противный у нас вой В планере Так не всегда воет Там у нас то ли изолента отклеилась какая-то То ли что Пока ничего не набрали еще особо Но вот здесь вот как раз удачное место Здесь ущелье И воздух идет в ущелье Эта часть склона Обтекается чуть-чуть лучше Вот видите вот Я жмусь к этим скалам Сейчас в некоторой точке Выйду уже над скалами И буду аккуратен Потому что если ручку от себя суну То окажусь до скала Вот Захожу чуть-чуть за скалы Для того чтобы на развороте Меня не вынесло из зоны Динамического восходящего потока Вот они Скалы подо мной Вот и делаю плотный разворот Максимально плотный Чтоб не выскочить из зоны восходящей Но все равно чуть-чуть выскакиваю И вот сейчас фаза полета Опять с плохой видимостью Но мы выиграли 20 метров высоты в сумме То есть за проход мы набрали 20 Ну и дальше видите вот опять я лечу И хрена не видно Проблема какая Что фонарь конечно Уже достаточно поцарапанный сильно Фонарь надо беречь И надо будет его полировать Вот я полировать не умею Может кто посоветует так Есть специалисты Страшно Фонарь дорогущий 3000 евро Один фонарь стоит Поэтому запороть его Будет крайне неприятно Ну вот Интересней стало Уже 50 метров высоты Видите вот Новый проход у нас Значительно более высокого качества Самое главное Вот в этой фазе Полета на склон Это иметь Сближаться со склоном Под небольшим углом Потому что если Энергично сблизиться То можно просто не успеть Отвернуть от склона Поэтому конечно Всегда по касательной Идем По касательной подхожу Вот Скалы пошли Вот здесь по идее Должно нас поднимать Вот раз поднимает То есть в сумме Мы уже С момента прихода 100 метров набрали Ветер усиливается Уже 32 км в час Когда мы сюда Как пришли Было 15 км в час Сейчас я не вижу Под собой Рельефа Но я ориентируюсь Вот точка разворота Это продолжение Нашей полосы взлета На аэродроме Ну где-то здесь Сейчас я не сильно Зашел за склон Видите вот Склон сзади остался И сейчас я выболился Из восходящей зоны А мне двойка За такой полет Позор Сразу же Никакого набора Среднее Снижение 0,5 метров в секунду То есть мы только Сливаем высоту Сейчас опять Приблизился к склону Вот Пошел набор Понимаете Вот теперь Хорошая демонстрация Того как нужно Работать у склона И зачем это Нужно сжаться к склону Самый тот Просто до этого Полеты есть Когда мы Эх Лихо к этому склону У нас там Мощнейшим потоком Выпирает А вот погода Во-первых Он слабый Во-вторых Он Под углом к склону Дует И так далее И тому подобное То есть несколько факторов Вот Но в то же время Вы видите Потихонечку Сейчас я более грамотно Пройду Смотрите сейчас Угол сближения максимальный 45 градусов Так вообще не надо сближаться Вот Я сейчас отворачиваю Перевожу его градусов На 30 На 20 Скользящий такой Оп Сейчас оказываюсь Уже Уже 120 метров Ну так потихонечку Договыряемся до вершины Ну что друзья мои Мой ученик Константин Талантливый меня Он набрал нам 1400 метров На аэродроме ветер Показывает большой Восточный компонент ветра Что вообще редкость Я даже не знаю Как сейчас будут Горы работать Но мы попробуем Слетать по ветру Сначала на гору Санжини Потом вот Гора Шабра на горизонте Посмотрим Может там что-то повеселее Что-то лучше поднимает Закрылок на двойку 150 нормально будет Больше Больше не надо Наша следующая цель Следующая гора Называется Санжини Выходим мы с высотой 1400 Чтобы Санжини Работала Нам нужно Даже 150 Уже Нам нужно туда Пройти не ниже 1200 То есть 150 метров У нас всего лишь есть Возможность потерять И то Не факт Что гораздо работает Ну вот Такие полеты Когда мы летаем Уже на энергии ветра А не на энергии Всяких там Ну собственно Когда энергия волн Тоже энергия ветра Ну сейчас Солнечную энергию Мы не используем совсем На грех Седьмой поверхности Видите Опять Заход против солнца Неприятно Солнце сильно Низко в горизонте Зима Летом то Оно же вертикально Вот повыше И поэтому Подход к такому рельефу Не является проблемой А сейчас Я сам вот так С трудом Чувствую расстояние До этого рельефа Поэтому Начну заранее Поворот И сброс скорости Одновременно Вот Вот Какая у нас Скалюка И смотрим Работает это Скалюка Или нет Вбрасну Вбрасную скорость До 120 км в час Ну и Ветер 24 км в час Ровно в склон Я бы сказал Уйди печаль Не очень-то Он работает Молчи Груйского Сейчас Делаем разворотик Пощупаем Нам деваться некуда Но надо сейчас высоту набирать Чтоб вернуться На Наш аэродром Потому что Без высоты Здесь делать нечего От слова совсем Но мы опять же У меня-то план на самом деле Не столько вернуться на аэродром Сколько Попробовать слетать до горы Шабар Там должно быть повеселее Неврология поприличнее И она сама немножко повыше Вот и чтобы до горы Шабар Слетать Там нужно на этой горке Набрать еще Хотя бы 100 метров Да Здесь флаг висит какой-то Висел раньше Французский Вот так вот Жмемся к склону И Не самому уже так Страшноватенько Так близко Сейчас здесь на углу Может будет получше Здесь я чуть на рельеф Доворачиваю Потому что горка Загивается И заканчивается Да И вот в этом углу Немножко есть энергия Делаю разворотик энергичный Стараюсь не выскочить Из зоны подъема Понятно что я из нее выскочу Все равно Но Выскочил Весь этот выигрыш фактически Мы Просто набрали на развороте И слили Ну что попробуем на шабр слетать Костя Или попробуем здесь еще по куролесить Не Смотрите Какой выигрыш есть Мы уже были ниже Сейчас видите уже над горой летаем Так что Говорится еще не вечер Может быть что-то и Будет Проблема текущая Это Большая Во-первых компонент ветра Имеет Большую восточную Составляющую А этот склон юго-северо-западный А мы парем На этом склоне Пытаемся парить При северо-восточном ветре То есть Уже само по себе Это плохо Во-вторых Сила ветра всего лишь 25 км в час Ну то есть Не шибко Ну что-то мы набрали Видите мы сейчас Выше склона проходим Предыдущий проход был ниже Сейчас вот ленточку мы Это уже лицезреем сверху Ну может быть еще 20 метров мы наберем И в принципе нам уже хватит дотянуть до шабра То есть Даже вот видите При таких слабых Динамических восходящих потоках Еле-еле душа в теле При грамотной работе у склона Возможно Возможен набор высоты и маршрутный полет Неудачно я развернулся сейчас Есть мнение что больше я здесь не наберу Все-таки Где-то будет равновесное состояние Ну что пусть Войдем на шабр Мы идем сейчас в центр долины друзья И когда выйдем в центр долины Повернем Я сейчас вот над этой группой холмов Немножечко иду Чтоб не в ротор от них попасть То есть не сразу на гору шабра Сначала выхожу в центр долины Потом по центру долины По руслу речки Видите здесь Здесь сильно подымает Ну это что-то типа роторочков Вот нашего арамбра Вот здесь как правило Чуть-чуть можно еще энергии взять Вот и следующая фаза Это поворот уже непосредственно в склону Шабр 1280 метров Низко мы Чтобы шабр работал Нам надо на 1100 туда прийти Это минимум По-моему не избежать там запуска двигателя А если бы мотора не было То площадка вот под горой шабр Видите длинное-длинное поле такое Там где самый ответственный склон Это длинное поле И там есть посадочная полоса Для ультравайтов Я рассчитываю Если мотор не заведется То Ну если я не наберу высоту во-первых Во-вторых Если мотор не заведется То я Смогу сесть на эту ультравайт площадочку Ну полей видите внизу полно Все эти там Любое поле наше Возможность у него придемлиться Друзья Мы подходим к горе Шабр Вот начинает что-то попитивать капельку Но я подхожу на высокой скорости Потому что Не знаю что тут вообще творится Он сейчас пока на 150 И достаточно приличная болтанка присутствует Тоже та же самая ситуация С гора Свечена склоном С солнцем И достаточно неприятно Все это выглядит И я вижу что Нет восходящего потопа Вот здесь То есть видимо Ветер всего лишь 18 км в час Вот мы летим вдоль склона А склон не работает Ну вот Сейчас я вам покажу Посадочную площадку На которую рассчитываю Включить запуск мотора И буду запускать двигатель Никуда не денешься Справа внизу поля Длинная полоса Если что мы будем Садиться в склон На эту полосу Вверх По склону Нажимаю волшебную кнопку Выпуск мотора Может В последнее уходит двигатель Сейчас загорается лампочка То он вышел Вот загорелась лампочка Двигатель вышел Я убираю тормоз Вот так И нажимаю Особную кнопку стартера А скорость сначала уменьшаю Костя 110 скорость И запускаю двигатель Зажигание Отключить сначала Все Крышок завелся Ставлю обороты Сначала они очень большие 5 тысяч И мы Потихонечку Прогреваем мотор То есть первый запуск Двигателя В сезоне За сезон Я запускаю двигатель Где-то 3-4 раза Ну вот Считаем что один есть Но я правда И сезон так рано Никогда не начинал Сейчас я вам еще раз Покажу посадочную площадку На которую можно было бы Приземлиться Посадочная посадка Площадка для ультралайтов Вот Она Посадка получается в склон Фактически по ветру Но надо понимать У самого склона Ну Ветер Ветер есть вряд ли А то что посадка по ветру Здесь уклон Так что ничего страшного И на этом поле Приземлился мой друг Джон Я обязательно Вставлю фотографию С посадкой Джона Когда он Приземлился Я летал вот здесь С этого склона На параплане И я тогда только Начинал летать на плане Или это был 2011 год И когда я увидел Я сидел на вершине Этого склона И все время Смотрел Как пролетают планера И мне так хотелось Ну потрогать Хотя бы один И я думаю Вот бы кто-нибудь приземлился Ну и то что думал Что приземлился Вот как-то мысль Знаете В глубоко В подсознании Проскочила И тут раз Джон Один планер Заметался И бац На эту площадку Причем был очень Жесткий звук Потому что Взорвал у него Взорвалось колесо Неудачно сел достаточно Сильный вертикальный составляющий Потому что Букон садился И так как был взрыв И никто не уходит Из планера То я понял Что надо спасать человека Нашел ученика Весом 120 кг Он полетел со мной Спасать Джона Джон был крайне Нам признателен А мы взлетали Вот там Видели это Мы пролетали Кабенная особь Вот в этот обрыв Взлетали там Маленький пятачок Несколько человек Нам держало Крыло параплана И мы так раз И полетели Ученик 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 Полетели И выключаем Мотор Выпускаю тормоз Винт Становится на Еще не стал Но сейчас Станет 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 И убираю В положении Охлаждения И вот Вот место взлета Нашего Видите Кусочек Небольшой кусочек Ровного веста И потом обрыв Ну очень страшно А штатный взлет Вот Коврик там Такой зелененький Вот там Планиристы стартуют Парапланиристы Вот И мы видим Видите Вот разница То есть Наша ошибка В текущем маршруте Которая стоила нам Запуска двигателя Это невозможность Набрать на вот той горке Сен-Жене То есть мы Набрали там Вот еще бы Если 50 метров набрали То мы бы пришли Не вот в эту болтанку Которую получили На этом склоне А взяли бы нормально Попали в динамический Восходящий поток И набирали бы эту высоту А мы уже пришли Где Видите У склона внизу Такие лесочек Уже так далее Он слишком пологий Ну и надо понимать Что внизу сейчас вообще Полный штиль То есть полный штиль На аэродроме Ну ветерочек есть Но очень слабый Вот Поэтому Крайне важно Все таки Уметь Потерпеть Набрать нужную высоту И в этом случае Все будет намного лучше Есть энергии немножко Сильно много Выше склона мы не наберем Но с точки зрения Поработать Потренироваться Поучиться Сейчас Самый 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 раз будет Я считаю Что прям Идеальная погода Для обучения Он Видно как Ветер показывает Ну и ветер смотрим Ветер вообще 37 км в час То есть в принципе При таком ветре Нас должно переть со страшной силой Но В чем подвох Внизу ветра нету То есть Часть холмика Работает И там видимо даже Получается так Что по верхам ветер дует Где-то затекает на склон Но так как Внизу ветра нет Что-то выдавливает вниз То есть тут сейчас Какой-то ужас должен Твориться на склонах Повисев Повисев немножко На этой горке Принято решение Улетать В сторону дома Поэтому я Набираю энергию Еще Опускаясь Пониже В динамический восходящий поток Здесь Вот И с максимальным количеством энергии Вышипаться уже не подымает Отворачивать склона Кстати олени были И Беру курс по направлению к дому Сейчас мы должны дойти до горы Сен-Жени Против ветра И потом Соответственно От горы Сен-Жени Рвануть домой Держи ручку таким курсом Скорость 150 Летим Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» До новых встреч Глубоко уважаемые любители планерного спорта Приезжайте в гости летать Присоединяйтесь к нашим проектам А главное Смотрите канал и комментируйте Ведь это лучший стимул для продолжения работы Эгей!